Екатерина Тарасова Екатерина Тарасова Екатерина Тарасова Очень много удалось сохранить то, что было построено нашими отцами и зидами. Вот что радует. Фасад, кровлю, некоторые элементы девушных работ. Для отделки фасада понадобился старинный кирпич, отыскать который оказалось непросто. Состояние здания на момент начала ремонта оставляло желать лучшего, говорят строители. Помимо фасада здесь полностью поменяли кровлю, все перекрытия и балки. Помещение полностью адаптировали под фехтовальную школу. Здесь появилось спортивное оборудование, зеркала, раздевалки, сауна, фехтовальные дорожки. Спортивный центр оснащен по европейским стандартам. Мы всегда готовы. Тут осталось немножко доделать. В принципе, в условиях этой пандемии, режим самоизоляции, как раз полностью закончится. И как раз мы станем полноценными, полноправными обладателями этого прекрасного зала. Работы идут с обережением графика. Через пару дней строители должны сдать объект, хотя в планах было закончить только в августе. Проверить обновленный спорткомплекс приехала глава города Елена Лапушкина. А у вас не смущает, что-нибудь вот с кирпичей? Тут брутально? Нет, мне кажется, очень интересно. Мне тоже, конечно. Что планируете сделать? Здесь можно давать институальные уроки спортсменам. Может, местные немного, но в принципе, дороже. До этого, в принципе, небольшой везде, огромный. То есть, тренер одевается полностью, вот, на маску, на грудь, на руках, на дайку, на дайку, на дайку. 12 килограммов, 200 килограммов, это всякие кирпичи. И сговорю, сегодня молиться с учеником. Да и он уже обратно, да, что-то вот так вот. Занятия в спортивном комплексе начнутся сразу после снятия всех ограничений. Впереди у спортсменов амбициозные планы первенства России. Мария Левина, Василий Кладошов, События.